День Танкистов Петрозаводские власти взялись выяснять, правильно ли горожанам начислили дополнительные суммы за воду. Карельская столица готовится принять участников спортивного молодежного фестиваля финно-угорских народов по боевым искусствам. Я обязуюсь не пропускать делать встреч в Доспроакадемии. В Карельской государственной педагогической академии состоялось необычное бракосочетание. А теперь подробнее на эти и другие темы. Превысил свои полномочия энергокомфорт или нет? Сегодня этим вопросом задались Петрозаводской администрации и на сессии Петросовета. Речь идет о перерасчете за пользование водой. В сентябре горожане обнаружили в квитанциях за воду дополнительные суммы. Одним предлагалось заплатить 80 рублей, а другим и все 2000. При этом энергокомфорт Карелия, которая производила перерасчет, обещала делать подобное ежеквартально. Сейчас отдел по защите прав потребителей занимается плотной этой проблемой. Я думаю, что в ближайшее время мы, наверное, с какими-то предложениями обратимся к управляющим компаниям, в том числе и к энергокомфорту, и проинформируем вас о той ситуации, которая сложилась. Перерасчет за воду не понравился не только горожанам. Управляющие компании тоже недовольны таким положением дел. Ни ПКС, ни выступающие от него ООО «Энергокомфорт» не являются исполнителем коммунальных услуг в жилых домах. А значит, не имеют права проводить корректировки платежей, считают в ассоциации управляющих организаций. В данном случае ПКС, агент его «Энергокомфорт» проводил корректировки без наличия на то законных оснований, то есть в нарушении действующему законодательству. В свою очередь в «Энергокомфорте» уверены, что все сделали по закону. Накануне руководители предприятия объясняли свою позицию журналистам. На сессию Петросовета их не приглашали. Так что было ли нарушение закона или нет, еще предстоит разбираться. И, возможно, горожан ждут новые перерасчеты. Свои перерасчеты произошли и в администрации города. Сегодня депутаты голосовали за новый устав Петрозаводска. Согласно этой версии, у главы города станет на одного заместителя больше. Комитет по вопросам экономики и финансов разделили на два – Комитет финансов и Комитет экономического развития. Изменение структуры не связано с вопросами изменения штатной численности. То есть перераспределение происходит, в общем-то, структурных подразделений, вот внутри вновь создаваемых комитетов. Обновленный устав дает больше полномочий депутатам Петросовета. Например, теперь они будут решать, чем должны заниматься комитеты администрации. Раньше народные избранники утверждали только, сколько горожане должны платить в общественном транспорте и за вывоз мусора. А теперь они же будут утверждать тарифы на перевозки для частных автопредприятий и услуги организации коммунального комплекса. Также теперь у депутатов появилось право снять с должности главу города, если они посчитают, что мэр не справляется со своими обязанностями. Такое решение Петросовет может принять только конституционным большинством. Большая ответственность Петросовет не пугает. Такого, как на прошлой сессии, когда часть депутатов покинула зал, сорвав голосование как раз за новый устав, обещают не повторять. Вы же видели сегодняшнюю сессию. Данные вопросы, если какие-то они были, они сняты. Депутаты слаженно все вопросы рассмотрели меньше, чем за час. Кстати, все единороссы накануне собирались на фракцию. А сегодня на сессии присутствовал руководитель Карельского регионального отделения партии «Единая Россия» Анатолий Воронин. Видимо, для пущей слаженности. Торжественная плавка состоялась на Надвоицком алюминиевом заводе. Ее посвятили 55-летнему юбилею предприятия. Почетными гостями стали ветераны завода, а также руководители республики. Все гости получили в честь этого события памятные слитки. Выпущен юбилейный алюминий. И вот это пример того, что предприятие выпускает качественную продукцию. Хороший коллектив, мощные инженеры. Все складывается нормально. Юбилейная плавка, прежде всего, это для нас гордость. То есть, несмотря на все экономические трудности, связанные с, в общем-то, алюминиевой отраслью, и в целом полностью с промышленностью, Новоицкий алюминиевый завод по-прежнему пускает один из самых лучших металлов, имею в виду по качеству не только в России, но и в мире. Выливка металлов каждый день непрерывно идет. Поэтому, я думаю, что весь коллектив, не только ретролизного цеха, всех цехов завода, которые принимают участие непосредственно в производстве алюминия, бород за свое предприятие, считает этим днем одним из самых лучших. Это событие на заводе считают знаковым. Еще в начале года предприятие было на грани закрытия. Работа в некоторых цехах была приостановлена. Восстановление производства началось в рамках антикризисной программы. Завод возвращается к прежнему графику работы. И сейчас здесь даже идет набор новых сотрудников. В Костомукше состоялась встреча горожан с руководителями акционерного общества «Карельский Акатыш». Ее организовали представители местного отделения «Соцпров», недовольные продолжающимися сокращениями на комбинате. Решение об этой встрече было принято во время пикета. Его также организовали представители профсоюзов возле административных зданий комбината. В пикете приняли участие порядка 50 человек. Это сотрудники комбината, которые получили уведомления о сокращении. Тогда конструктивного разговора не получилось. Его решили продолжить в другой день в здании Дома культуры «Дружба». Пригласили представители городской власти, правоохранительных органов, а также руководителей других предприятий города. И снова организаторы не добились желаемого. Итогом встречи стало решение о проведении еще одного пикета. Его назначили на ближайший понедельник. Напомню, профсоюзы считают незаконными увольнение некоторых сотрудников комбината. На сегодня цифры, сокращенных из разных источников, сильно отличаются. По одним данным, это 20 человек. Ранее назывались другие цифры. Это около сотни. При этом общая численность комбината – более трех тысяч человек. Сейчас карельский окатыш работает не в полную силу. Большинство рабочих сокращенная неделя. Проблемы на предприятии представители соцпрофа связывают с неграмотным управлением команды менеджеров, которые в условиях кризиса не сумели удержать ситуацию под контролем. В столице Карелии соберутся спортсмены более чем из 15 городов России. В Петерзаводске пройдет спортивный молодежный фестиваль финно-угорских народов по боевым искусствам – боксу, дзюдо, карате, самбо, тэхвандо и ушу. Фестиваль по боевым искусствам пройдет в Петерзаводске с 12 по 17 октября. Состязания организуют сразу на нескольких площадках – в Доме бокса, спортивном центре «Акватика», спортзале Петерзаводского педагогического колледжа. В поединках сойдутся более 300 человек. Кроме боев предусмотрено еще и показательное выступление. Одних только боксеров на этом фестивале будет не менее 80 человек и все, как минимум, кандидаты в мастера спорта. Откроется фестиваль 12 октября в 6 часов вечера в Национальном театре Карелии. Вход свободный. Это, конечно, не только состязания и спорт. Это завязывание контактов, дружеские отношения между клубами. Могу отметить, что на данный момент не приезжают у нас ведущие спортсмены разных республик. Мы проводим этот фестиваль именно как молодежный фестиваль, так как у нас президентом страны объявлен год молодежи. Этот фестиваль обещает стать первым шагом к созданию еще более масштабного ежегодного спортивного праздника. Организаторы почти уверены, что в будущем в его программе будут и другие виды спорта, например, лыжи или легкая атлетика, чтобы привлечь еще больше участников. Они назвали хорошее дело браком. Мы об этом сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь, мы продолжим через две минуты. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь и на «Энгельсе-17». Компания «Век стеклов» – лидер на рынке пластиковых окон Карелии. Мы задаем высокие стандарты, к которым стремятся другие. Мы гарантируем качество и надежность. Завод современных строительных технологий «Век стеклов». Родители. Проверить зрение и подобрать очки вашим детям помогут в сети салонов оптики новое зрение. Урожай низких цен в «Сигме». Капуста для засолки «Алонинская». 7 рублей 90 копеек. Приходите, выбирайте, запасайтесь. Мы строим новые дома. Вы начинаете в них новую жизнь. КСМ. Будущее строится сейчас. Современные кухни. Мягкая и корпусная мебель. Кредит. Бесплатная доставка. Настроение вашего дома в салоне мебели «Адмирал». Правды 36Б. Компания «Петрокомплект» – это надежно. Кровельные центры. Правды 40А и Заводская 5. Вы смотрите новости на телеканале «Никоплюс». Спасибо, что остались с нами. Брак сроком на 5 лет официально заключили Карельская государственная педагогическая академия и первокурс. А в его лице все первокурсники. Так студенты были посвящены почти 600 учащихся. Это ваша свеча знаний. Вы ее должны донести до пятого этажа так, чтобы она не потухла. Юля, вы знаете, мне за свечи. Прогрессирована у нас учетная книжка, в которой вы можете оставить о себе какой-то след. Давайте рисуем котенка. Рисуем котенку. Рисуем котенку. Будущие учителя изобразительного искусства пока даже котенка рисуют не очень умело. Девушки отучились на выбранном факультете только месяц, но они точно знают ответ на главный вопрос. Еще не захотелось уйти из академии? Нет, конечно, нет. Пока нет. Вообще учиться весело на самом деле. Много организационных таких моментов, спортивных, сколько соревнований уже было. Как бы весело на самом деле. Я обязуюсь не пропускать делать встреч с ДСПА-академией, не иметь академической задолженности и с честью нести звание студента КГПА. Своебразный брак сроком на пять лет заключили сегодня студенты с академией. Брачующихся или брачащихся поздравили их посаженные мать и отец, преподаватели УЗА, и поведали новобранцам индийскую мудрость. Если голодному человеку дать рыбу, он будет сыт один день. А если научить его ловить рыбу, он будет сытым всю жизнь. Так научитесь ловить рыбу. По словам ректора академии, первый курс набран на 100%, правда, с небольшими усилиями. Пришлось перераспределить студентов так, чтобы можно было пополнить популярные специальности и сократить те, где был недобор. Психология, иностранный язык, физкультура и химия. Преподаватели именно этих предметов через пять лет академия выпустит больше, чем остальных. Голос улиц. Она считает, что это рэп. Молодой фотограф и исполнительница рэпа Алена Голубева пытается показать звуки с помощью фотоснимков. Как у нее это получилось, можно узнать на выставке ее фотографии. Работы экспонируются в медиа-центре «Выход». На первый взгляд кажется, что это выставка модельера, а не фотографа. Зал завешан футболками, которые стали своеобразными рамками для фотографий. Футболка – неотъемлемый атрибут, скажем так, этой культуры, поэтому решили так сделать. Тем более, чтобы показать каждого, решили, что, может быть, стоит как раз какие-то слова оставить в подписи. Ну и стены, естественно, это граффити, это все неотъемлемая часть хип-хоп-культуры, и рэпа в частности тоже. Фотография, хоть и дело семейное, папа Алены – известный петрозаводский фотограф Виталий Голубев, но не единственное увлечение. Алена играет в КВН, занимается дизайном одежды, читает рэп. Главное – все успеть и не забыть про друзей, которые тоже пришли на выставку и оценили работы подруги. Молодежно, прогрессивно, агрессивно, отлично. Очень понравилось. На самом деле, очень замечательная идея представить всем своих друзей такими, какие они есть. Чтобы зритель мог не только посмотреть на рэп-артиста в Петрозаводске, но и услышать голос улиц, каждый рэпер оставил под футболкой надпись «Свои мысли» или слова из песен. Всего Алена представила 33 работы, и посмотреть их можно будет до 17 октября. После нашего выпуска смотрите программу «Гость в студии». Ее первую часть мы показывали во вторник, а сегодня глава Карелии Сергей Катанандов рассказывает редактор газеты ТВР «Панорама» Евгению Белянчикову о том, правда ли, что Карелия не готова к зиме, о повышении пенсии и о том, какие подарки ко дню 65-летия Победы подготовят власти. И последнее в этот день православная церковь отмечает память преподобного Сергия Радонежского. Его особо почитали на Руси, как одного из покровителей и заступников русской земли. По народным приметам считалось, что если в этот день выпадает первый снег, то зима установится к 21 ноября. И это все новости на сегодня. Посмотреть их можно и в интернете по адресу nicodefismedia.ru. Добро пожаловать на наш сайт. Хорошего вам настроения и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин 57-20-21 Цветы на Ленинградской. Дарите праздник любимым. Ах, если бы мечта сбылась, какая жизнь тогда бы началась. В магазине Позитроника ты купишь ноутбук в кредит без первоначального взноса. Круто! Позитроника. Коголевский центр. Центр платных медицинских услуг Республиканской больницы предлагает консультации врачей-специалистов, исследования всех систем и органов на новейшем оборудовании. Только точная диагностика и профессиональное лечение сделают вас здоровыми и счастливыми. Питьевая вода приходит в наш дом сложным и долгим путем. Чистая питьевая вода приходит к нам легко и быстро. Северный источник. Доставка питьевой воды «Карельская жемчужина» на дом и в офис. Телефон 7-8-43-49. Уникальное издание по специальной цене. Энциклопедия «Карелия». Второй том. Спрашивайте в магазинах города. И по специальной цене 650 рублей в издательском доме «Петропресс». Стань 300-тысячным покупателем «Лотос-Центра» и выиграй большой приз. «Лотос-Центр». Спеши на «Правды-38Б». Сергей Леонидович, другая тема. Подготовка Карелии к зиме. Обещают синоптики, что зима будет холодной. В районах ситуация весьма печальная. В некоторых даже специально выписал, что недавно министр строительства Момотов доложил, что в Ладенпорском районе заготовлено 17% от запаса топлива в Ланецком 27%, в Лиломорском, в Ловушском 33-40%. Это мало. Как вообще? Опять зима у нас неожиданно придет. Понятно, что много прорех. Тут не доработали, там не доработали. И вот в узких местах прошибает. Если смотреть в целом по температуре тела, как модно говорит, 36,6, то по больнице все нормально. Никаких радикальных проблем я не вижу. Все города с мазутом. Основная часть населения будет с теплом. Да, есть неплательщики, которые могут оказаться без тепла. Да, есть структуры, которые недобросовестно на бумаге отчитались, а фактически не завезли мазут или не подготовили. Но немного. Все меньше и меньше. Мы научились работать. Сегодня, в принципе, техническое состояние, даже кварцитного, помните, сколько у нас было проблем, вилга, там, мелиоративный, техническое состояние среднее. Я бы сказал, стабильное. Но все переменится. Да, идет процесс. У нас сложнейшая ситуация оказалась в одном городе, Сегеже. Но даже там год от года наши коллеги, партнеры, наши органы местного управления Сегежского района, города выгрызают ситуацию метр за метром, зубами. Есть, конечно, у нас вопиющие разгильдяи, которые каждый год требуют нашего внимания, но мы все-таки находим систему. У нас тяжелейшая ситуация всегда возникает на севере. Есть там одна главная проблема. Население северных территорий не в состоянии оплачивать фактические затраты на отопление этих территорий. То есть их оплачивает кто-то? Да, их оплачивает либо никто, получается, обанкроченное предприятие, либо мы, правительство и жители остальные. Найти законный способ и механизм жизни в таких условиях пока мы не можем. Почему? Ограничные отношения, законодательство и все остальное уравняло всех жителей. Мы живем, мы все россияне, что в Ловском районе, в Беломорском, что в Петрозаводске. Нельзя сделать по территории усредненные тарифы за счет Петрозаводска, оплачивать жителей Ловского района впрямую. Должны быть какие-то косвенные решения. Вот нашли, что последние три года работает с нами РКС. Заинтересовываем их тем, что они получили доходный бизнес в Петрозаводске, и за счет того, что они работают с нами, наши партнеры, убеждаем их там работать. Два года они выжили. Третий год, вот сейчас нечеловеческие разговоры ведем, потому что убытков 200 миллионов за два года. Мы эти 200 миллионов с населения, с тех предприятий никогда не получим. Бессмысленно ставить стоимость квартиры там в 5, 6, 7, 10 тысяч рублей за жилье небольшое. Нет таких денег. Поэтому возникает каждый год вот эти наши споры, разговоры. Учитывая, что мы народ публичный, открытый, мы этого не скрываем. Ведем эти все диалоги в открытых помещениях. Поверьте, я могу дать команду, и вообще об этом никто знать не будет. И мы закроем эту информацию, и все будет хорошо. Но на самом деле не в этом задача. В любом случае не замерзнет и север. В остальных районах больше не разберихи. Ну, например, там при Ладожье, там нет никаких, ну, просто непредалимых проблем. Там просто, ясно и конкретно связано все с организацией власти. То есть где-то недосмотрели, что-то недоглядели, где-то переспорили, где-то нет нормальных отношений между районным и городским уровнем и так далее. И приходится постоянно нам вмешиваться в этот процесс. Мы не имеем права допустить сбоя. Прокурор на месте. Если что-то не устраивает, нас надо информировать. А закон должен быть выполнен. Пять дней температура воздуха опустилась ниже плюс восьми, отопление должно быть включено. И не может быть других разговоров. И никаких не должно быть исключений. Так и будет. Есть долги, нет долги. И глава района должен издавать распоряжение. Кто саботирует это решение, значит будем привлекать по всей строгости. Потому что никаких объективных причин для того, чтобы списывать на неразбериху и не давать тепло не существует. Следующий вопрос. Довольно много нас читает ветеранов, пенсионеров. Все сейчас ждут реформу, которая балоризация называется, сложным словом. А как-то вот предусмотрены ли в республиканской казне какие-то дополнительные, может быть, расходы на пенсионеров, ветеранов? Государство приняло решение поднять пенсию. Сейчас новая система разрабатывается. Ищут ответ на вопрос, где взять деньги. Вот, например, в следующем году в бюджете дополнительно пенсионному фонду предусмотрено 4,3 триллиона рублей. Это огромные деньги. Это самые большие дополнительные деньги за всю историю пенсионной системы Новой России. Почему? Потому что понятно, что надо выводить людей на нормальный уровень жизни. Второе льготы, ну, на всякий случай, у нас 220 тысяч пенсионеров из 550 тысяч взрослого населения. Каждый второй почти пенсионер. Из них две трети льготников. На льготы мы тратим больше 3 миллиардов рублей только из нашей казны. И еще примерно половину из федеральной разного рода. Немалые деньги. Не собираемся уменьшать. И пускай хоть что говорят. Все законы прописаны. Первый платеж на стариков. Да, мы добавляем. Да, мы сейчас обсуждаем, что делать с монетизацией. Почему? Потому что ведь мы не от хорошей жизни не вводили монетизацию. И не потому, что нас только народ просит. У нас есть вот одна тема. Мы боимся отдать деньги людям, потому что они возьмут их и не понесут на коммуналку. Так что у нас этот вопрос не праздный. Но с другой стороны, быть самыми умными в стране тоже несерьезно. Потому что большинство территорий спокойно живет в этих условиях. Тут ведь есть еще одна вещь. Отдав деньги людям, мы тем самым механизм контроля запускаем за коммунальщиками. И люди, получив льготы, оплатив их сами, могут хоть спросить этих разбойников, особенно управляющих компаний, если они плохо работают. Но вопрос не решен, обсуждаем. И дискуссия идет. Приближается 65-летие Победы. И как-то вот будет тоже, может быть, какие-то нашим ветеранам подарки? Мы должны понимать, что у нас подарки, так уж подарки должны быть. Первое, мы должны выполнить указ президента обеспечить всех машинами и квартирами. Было обещано в 2005 году. Время-то идет. И сказано, что тех, кто до 2005 года встал на очередь, все получат. А у нас сейчас появляется новая очередь. Еще 100 человек примерно стало после 2005 года. Думаем, что делать. Не забыли. Тоже, уважаемые ветераны, никого не забудем. Перед государством ставим вопрос. Единственное, только я хотел бы тоже обратиться к представителям ветеранских организаций, не только Совету ветеранов Карелии и районов, а тех, кто представляет интересы старшего поколения. Кто занимается музейной работой, кто занимается поддержкой этих людей. Ставьте вопросы. У нас есть специальные люди для работы по социальной помощи. У нас специальные люди, которые занимаются темой военно-патриотического воспитания. У нас ждут ветеранов в школах. Что нужно сделать? Кому нужна помощь? Какая? Общественность должна этот праздник использовать и для этого тоже. Центр платных медицинских услуг Республиканской больницы предлагает консультации врачей-специалистов, исследования всех систем и органов на новейшем оборудовании. Только точная диагностика и профессиональное лечение сделают вас здоровыми и счастливыми. В магазине Позитроника ты купишь ноутбук в кредит без первоначального взноса. Круто! Позитроника. Коколевский центр. Классика в зеркале современности. На сцене музыкального театра «Балет Ромео и Джульетта». 10 октября. Восемнадцать часов. Пиццаход. Доставка горячей пиццы. Семь-два-семь-пять-семь-пять. Рекламное агентство «Прома». Включаемся и работаем. Как телевизор. Прогноз погоды представляет Северная меховая компания. Теплые натуральные шубы из норки, бобра, андатры и лисы, выполненные в лучших традициях русских меховщиков для северной зимы в магазинах Северной меховой компании. Молодежный и классический дизайн. Качество, проверенное временем. Огромный выбор головных уборов. Кредит. Пошив шуб под заказ. По прогнозам Карельского гидрометцентра 9 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 градуса, днём плюс 3-5 градусов. Ждём вас в магазинах Северной меховой компании по адресам. Меховая одежда, Меховой салон, улица Горького, 7 и 15, Северное сияние, торговый центр столицы, 2-й этаж. На 9 октября, по данным Банка России, установлен следующий курс валют. Доллар США 29,64 рубля, евро 43,75 рубля. Полезная информация бесценна. Смотрите Неку Плюс и будьте в курсе, господа.